Не волнуйтесь, мы всех обойдем. Сейчас главное тут пресечь, посмотреть. Обойдем завтра всем с 9 утра, завтра будет всех обходить. Потоплены дома и дворы. Непростая ситуация сейчас в поселке Кориис. Здесь все вот это было затоплено абсолютно. То есть воду мы не могли подать в сеть, потому что, ну вот видите, она это уже светлее. Вчера просто шла глина. От стихии пострадали 10 домов. Часть воды удалось отвезти в русло реки. Улицы расчищать с помощью тяжелой техники. Здесь будем проводить снос фактически гаража, для того, чтобы тоже направить воду в другом направлении, отвезти от жилых домов. Именно в этом районе. Вот вода была до уровня и в доме тоже вот все у меня поплыло. Анастасия Саакян, чтобы не остаться заблокированной в доме, пришлось выпрыгивать из окна. Удалось спасти только документы. Я честно в шоке, я не знаю, как это все исправлять и что делать. Я честно не знаю. Все и мебель, все и техника, все было в воде. Большая Ялта оказалась в водном плену за считанные часы. Ну вот в течение 10 минут все произошло. Утром встали, смотрю, уже речка течет. Позвонила соседу, с внуком была вдвоем дома. Говорю, сейчас внука привезу, поможешь мне выгнать вот эту машину. Мы только вышли, уже тут не было прохода. Всего в результате сильного ливня в городе пострадали больше сотни домовладений. В ликвидации последствий стихии задействовано более тысячи человек и около 250 единиц техники. Улица Ломоносова одна из самых пострадавших. По правую руку от меня вчера на этом месте уносила течением людей и транспорт. А вот и самая обсуждаемая машина в интернете. Скорее всего, ей уже не поможет даже ремонт. Для жителей организован подвоз воды, медикаментов и продовольствия. Очень благодарен, что выделили машины с водой. Это довольно хорошо помогло. На устранение последствий стихии вышли и сами ялтинцы, а также волонтеры, прибывшие из других городов полуострова. Например, вот так сейчас выглядит пляж и набережная Ялты. За полдня более 50 человек собрали здесь 2 тонны различного мусора и около 10 ила и грязи. Все, что можно было забрать вручную, мы собрали дальше, чтобы не нанести вред себе. И людям, участвующим, волонтерам, мы приняли решение прекращать и выйти уже здесь на берег, на набережную и очищать уже саму набережную от песка, от грязи, от ила, того, что здесь скопилось. 40 пляжей уже привели в порядок. В очистке нуждаются еще около 50. А сезон ведь никто не отменял. И сейчас в Ялте более 20 тысяч отдыхающих. Со всеми средствами размещения установлена связь. Каждый час, каждые 2 часа мы получаем оперативную информацию, не поменялась ли где-то ситуация. И в общем и целом ничего туристическому сезону не угрожает. В ближайшие несколько дней Ялта будет приведена в порядок и снова будут радовать и жителей Крыма, и жителей Ялты, и наших гостей. В ликвидации участвуют также 400 человек из народного ополчения. Они помогают спасателям вывозить мусор, чистить русло рек. Работают район Кривошта, клуб моряков, улица Пушкина. Те направления, которые дала администрация, которые наиболее постраждали, для того, чтобы в кратчайшие сроки привести все в исходное положение. Навести порядок планируют в течение трех дней. Доложился главе государства о положении дела Владимира Владимировича и переговорил вечером с Маршином Хуснулиным. Идем по пути восстановления ситуации, как это было в Иркутской области. Будет создана комиссия под руководством Хуснулина. Соответственно, деньги федеральный центр оказывает содействие. Это региональный. Понятно, у нас в резервном фонде 300 миллионов на выплаты есть. Грунт, мусор и камни забили трубопроводы. Сейчас их чистят. Подачу питьевой воды в городе предварительно восстановят до полуночи. Также в ближайшее время вернется в прежнее русло и транспортное сообщение. Вся актуальная информация публикуется на сайте администрации Ялты.